Друзья, всем привет! Меня зовут Константин Муравьев, я риэлтор. Вы на моем канале, который полностью посвящен недвижимости. Я снимаю для вас обзоры жилых комплексов, квартир. Вы благодаря этому каналу можете узнать, как выглядят московские квартиры изнутри, сколько они стоят, как менялась на них цена, особенности того или иного московского района, особенности ценообразования и, в общем-то, не выходя из дома, подбирать себе недвижимость. Сегодня, извините, из машины буду начинать свой обзор, потому что на улице дождь. Не знаю даже, как быть. Полетать хотел надо в локации вам показать все сверху, но посмотрим. Давайте по порядку. Мы с вами в пяти километрах от МКАД по Калужскому шоссе. И сегодня будет обзор на жилой комплекс Дубровка. ЖК Дубровка – это комплекс таунхаусов, индивидуальных домов, а также есть еще пятая очередь, восьмиэтажные дома. Их, по-моему, штук шесть построили. То есть и квартиры есть. Смотрим. Сотрудник мой, Виталий. Давай, Виталий, трогай. Все-таки мы уже приехали. Просто мы приехали к жилому комплексу и понеслась. Вот все плюшки, шиномонтаж, светофор – это супермаркет низких цен. Салюты, фрукты, овощи, интим, торговый центр, уютный дом, перекресток, химчистка. А также смотрим. Вот он въезд в наш жилой комплекс Дубровка. СМП-банк Нотариус. Чего здесь только нет. И вот такой вот пафосный. Притормози, пожалуйста. Пафосный въезд. Мы сейчас туда поедем попозже. Погнали дальше. Также есть Диксель, Макдональдс. Все есть. Два ресторана. Пилиели, Чохотели и что это у нас такое? Флорентини. Это только начало, друзья. За этим всем фасадом уже сам жилой комплекс Дубровка. Есть только один нюанс. Главное, чтобы нас пустили. Охрана там очень серьезная, а мы не можем дозвониться до клиента, который нам пропуск будет заказывать. Ну, я надеюсь, мы проедем и дозвонимся. Да, ЖК охраняется. Ну и вообще они себя позиционируют как бизнес-класс. Но, собственно, охрана должна быть в бизнес-классе. Ну, плотность населения здесь на самом деле немаленькая тоже. Салон красоты. По локации, быстренько вам расскажу, 5 километров до МКАД по Калужскому шоссе, 10 минут пешком до станции метро Ольховская. Это та ветка метро, которая сквозь поля и у нас идет, подмосковные. До Кремля по прямой 32 километра. Таунхаус 155 метров, под ним 1,4 сотки земли в собственности. Московской, с московской пропиской. Имейте в виду. Друзья, важная информация. Сел монтировать это видео и вижу. Картинка внутри таунхауса, снятая на GoPro 6, нереально грустная. Картинка сыпется, все темно, некрасиво, вообще не информативно. В общем, это к вопросу о качестве, кстати, GoPro 6. Не только к вопросу о погоде в России, да. В общем-то, я специально снял все помещения на iPhone. Смонтировал это в 4 минуты. Ссылку на это видео прикреплю в описании сразу. То есть, первой строкой будет ссылка на видео информативное про внутренности таунхауса. Если кому интересно, переходите, ну, если кто вдруг хочет его купить, переходите по этой ссылке и смотрите, там все более качественно. Вообще, думаю, уже обзоры на iPhone снимаю. Наш участок, сюда встанет две машины, правда, кусты придется подстричь. Изначально пристройки такой не было, это уже наш клиент ее сам построил. В целом, хорошо получилось, потому что такой тамбур между улицей и жилым помещением он нужен. Пойдемте. Да, получилось много места. Там батарея есть. Здесь у нас котельная, потому что отапливается это все индивидуальным котлом газовым. Это, кстати, монолит и постройки 2004 года, друзья. Смотрите, здесь плитка. Потолок, кстати, 3 метра, очень крутой. Шкаф до потолка для верхней одежды. Это я. Так, идем сюда. Сразу попадаем в гостиную. Слушайте, классное помещение. Тоже высокие потолки, они, конечно, решают. На полу уже здесь паркет дубовый. Смотрим камин. Класс. Про цены я вам скажу дальше еще, когда по парку пойдем погулять. Я вам расскажу еще про цены и про цены образования. Смотрим пока таунхаус. Слушайте, ну класс. Мне нравится. Здесь такое помещение, я вот, кстати, так и не понял. То ли это спальня, то ли это еще одна просто гостиная. Это, я так понимаю, здесь собираются мужчины и ведут важные переговоры. Хотел сказать, мозаика, но это плитка. Но получилось очень круто. Телевизор, правда, висел. Без телевизора лучше. Мне кажется, розетки убрать пусть будет. Давайте сразу выйдем во двор. Ну, а почему нет? Вот свой, так скажем, участочек. Небольшой, но свой. Как в Америке, у них все очень похоже. Барбекю, скамеечка, можно стол летом ставить. Красота. Креслица. Давайте пройдем, посмотрим с этой стороны на сам таунхаус. Ну, мы идем дальше. Классное помещение. Жалюзи. Ладно, пошел я дальше. Пора уже подниматься повыше. Лестница, кстати, деревянная. С такими вот... Ну, это не ковка. Ну, что-то такое. Ну, металлическое. Так, смотрим. Все с подсветочкой. Кстати, лестница в хорошем состоянии. Не скрипит вообще. На втором этаже мы, друзья. Здесь кухня. Да, GoPro, конечно, немножечко темновато снимает. Ну, ладно. Здесь классная столешница перед окном. То есть стоишь, готовишь, смотришь туда, какая у соседей движуха. Также на этом этаже спальня есть. Опять же, друзья, вот за счет потолков очень классно. Так, здесь что у нас на полу? Такой же паркет, как и в гостиной. Кондиционеры везде. Слушайте, ну, класс. Вид такой в дворик. Также шкаф, похожий на шкаф в прихожей. Санузел большой. Смотрите, ну, круто. Круто, мне нравится. Так, идем дальше. Здесь у нас что, электричество? Ну, это щит. Щит, щит. Так, направо. Еще одна спальня. Окно в крыше. Прошу обратить внимание, все сухое, никаких протечек. Крыша здесь, да, двускатная, мягкая кровля. Так, смотрим, здесь уже повыше. Посветлее. Погода подвела, конечно. Ну, ладно. Так, идем дальше. Санузел. Ну, по типу санузла на втором этаже здесь уже только здесь две раковины. А это детская. Вот это все, конечно, так уже потерто немножечко, ну, ладно. В целом шлифануть можно. Получается, раз, два, трое детей здесь помещается. Один взрослый, два поменьше. Такое окно. Тоже можно смотреть на соседей, чем они там занимаются. Все, друзья, я показал вам сам дом, само жилое помещение. Теперь пойдем погулять немножечко по территории. Нравится, не нравится, пишите в комментариях, пожалуйста. Лайки ставьте обязательно этому видео. Ну, а кто хочет, кто интересуется, звоните, пишите мои контакты в описании. Вы можете приехать на просмотр и купить, если успеете. Мы вчера его в рекламу поставили, сегодня уже три показа. Также, друзья, вдоль речки, я вам говорил, да, что здесь есть речка, еще организован парк. В парке есть такие беседки для отдыха. Закрыто, но, видимо, ключик надо где-то получить. Все так чистенько, подстрижено. Да, я понял, домик сдается в аренду. То есть телефон написан. Кстати, я посмотрел в документы. Технический паспорт, кадастровый паспорт 2004 года. А в 2004 году цена на этот Танхаус была кадастровая. Стоимость 321 тысяча рублей. Это очень весело. А тем более, я еще помню 2004 год. Это тот год, когда недвижка в Москве росла на 45% в год. То есть такой был рост бешеный. Нового строительства еще не было. А спрос уже появился огромный на Москву, да. Нереально цены росли. Ну, по кадастру все было очень так грустненько. Я спрошу у клиента, за сколько он покупал его. Он мне расскажет. Пока он мне только сказал, что на ремонт полмиллиона долларов потратил. Блин, в сегодняшних деньгах это тоже какая-то космическая сумма. Это дороже, чем этот Танхаус я сейчас продаю. Классно, что есть вот урны такие собачьи, да. То есть заботятся о чистоте, хорошо. Но здесь, правда, чистенько, все аккуратно. Я все по парку еще хожу. Мне понравился жилой комплекс Дубровка. Очень зеленая территория, есть даже зоопарки, все говорят. То есть места для прогулки с собаками есть. Есть прудика, есть шушка. 100 тысяч рублей за метр. Домики для барбекю, в общем. Скамеечки, детские площадки для отдыха, для игр. В общем, все здесь хорошо. Считай, ты живешь за городом, но в то же время и в квартире. Но в то же время у тебя и участок есть свой. Еще и московская прописка. Хочешь, пошел до метро пешком. На машине тоже Домкада. Я говорю, 5 километров Домкада, а дальше уже кому куда по работе. Хотел рассказать про минусы жилого комплекса. Но минусов не нашел. Хотел сказать, что цена минус. Ну, какой же это минус? 190-210 тысяч рублей за метр в подобной локации с московской пропиской. Вы посмотрите просто, что за моей спиной. До метро пешком можно дойти. Блин, и цена вообще. Давайте я вам расскажу, что можно купить за 200 тысяч рублей за метр. По цене 200 тысяч рублей за метр. В поле, где-нибудь здесь, недалеко, не в пешей доступности от метро. На востройку, двушку, без отделки, допустим. Что еще можно купить? 200 тысяч за метр. Это, наверное, в девятиэтажном доме, где-нибудь в Биберево. Трехкомнатная квартира в девятиэтажке, да, 57 метров. Где-то так она будет стоить. Может, даже дороже. Вы сами, наверное, все поняли уже. А если не поняли, пишите в комментариях, да, что вам нравится, что не нравится, какие минусы. Это очень классный формат. Я говорю, квартира, а в то же время и за городом. Как будто бы ты в своем доме, и участок земли у тебя есть. С вами был Константин Муравьев, агент по недвижимости. Выбирайте жилье с умом, с помощью профессионалов. Выбирайте комфортное, безопасное жилье. И также думайте насчет его цены. Не переплачиваете ли вы? Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока, до новых встреч.